Продолжение следует... Вот, и сегодня мы выбрались на блиндажный городок, сегодня мы копаем блиндаж, и, 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 вот у нас уже блиндаж, мы тут во все копаем, сегодня поздновато приехали, вот, но раскопки уже идут по полной программе, мы тут вдвоем, вот, что у нас тут начало попадаться, консервы попадаются, такие в замечательном сохране, вот здесь, декабрь 41-го года, открыли так аккуратненько, чуть-чуть, раз, не помяли, мало ли потом это, кто-то на авито купит... Тюбик такой попался прикольный, один раз такой находил, к сожалению, кто-то тут, по-моему, его лопатой разбил, смысл такой, как поршень работал, вот стеночка, она уже вмята, то есть он выдавлен, вот так вот давишь, и тут содержимое, собственно, появляется на свет, вот, ну и колпачок, по идее, должен быть обычным, как на тюбиках. Вот такой вот пластиковый тюбик, необычный, кто-то в ботинке показался, битые бутылки попадаются, но попадаются и не битые бутылки. Вот, например, у нас тут лежит прям бутылка, какая-то, скорее всего, литровая, ну, видимо, какой-то был шнапс или еще что-то, это попозже надо будет достать, посмотреть. И тут тоже интересно, это поинтересней, давай, будем ее расковыривать. Это у нас куантро, бутылка квадратная, с надписями. Этикетка тут от нее отсоединилась, естественно, потому что почва, соответствующая я, глина, в глине бумага не выживает. Если она, конечно, в чем-то не лежит, так сказать, упакована. О, 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 ну-ка, ну-ка, вот сбоку, пожалуйста. Вот, видим надпись. О, куантро. Куантро. Красота. Да, я иногда такое выпиваю, мажорно. Ну, бодяжи, коктейли, модные. Вот такая красивая бутылочка. Что, надписи у него на дне вроде есть? На дне там особо не должно быть, по-моему. Ну, переверни, посмотрим, что там. Ща. Так. А, буква F. Да, не в ту сторону. Хорошо. Или это буква T перевернутая, просто. Точнее, ты ее переверну. Ну, что-то такое. Тут у нас... А, подожди, поверни ее. А, вот, вот, видишь, написано. Ликер, ликер. Это для тех, кто не шарит. В моднейших напитках. Вот, ликер. И здесь, с этой стороны, такая у нее фирменная полосочка на бутылке. О, на тебя след, походу, красный. Да, вот тут вот след красный. Как раз от этой полосочки. Вот такая вот прикольная бутылка. Так, так, так. Ладенько. Сейчас скачаем водичку. И начнем приближаться к полу. Смотреть, что у нас там полеживает. Вот, бутылка вот так вот выглядит сейчас. Точнее, даже будет сказать, тогда. В то время она выглядела вот так вот. Французский ликер. Смотр, контрол, 40-градусный. Да, вот тут вот эта буковка. Т снизу. Сегодня он выглядит уже вот так вот. Бутылка отличается от другого цвета. Размер тот же самый. Но цвет другой. Плюс нету вот этих надписей таких, как раньше были. Контрол, ликер. Сейчас вот здесь вот вдавленная под этикетку. Здесь вот написано. И контрол, идем по другому. Вот как это было раньше. А вот как это сейчас выглядит. Вот. Ну и надписи ликер тут тоже нету. Вот с двух сторон. Контрол. И буквы Т тоже никакого нету. Вот. Так что старую современную бутылку Контрол. Не перепутаешь. Вот такой вот ликер. Полость. Ну, показалось еще одна бутылка. Какая-то необычная. Слушай, ну наше похоже. Наши, походу, их похожие были. Ну, что-то похожее я видел, но белое. Да ты не копай. Не, не. Давай ее на меня. Опа, она еще мало петражечка. Опа. Ох, ох. Чуть-чуть не дождалась. Да. Слушай, с рисунком. Да, наша, вон. Ой. Какая-то еще запчастей. Слушай, нет. КМБЗ. Слушай, Настя, сколько запчастей-то от нее? Походу, она тогда еще сдаванута была. Да. Ну и на Карельском недавно такую нашли, только из белого стекла. И тут зелененькая. Эх. Жалко. Блюдску-то было. Так, у нас посветлело. Сейчас продолжим. Раскопки. Попалась вот еще бутылка. Вот у нас пару бутылок из-под коньяка. Это бутылка, не знаешь, шнапс, наверное, какой-нибудь. Литровый. Вот. По мелочи вот попался тюбик. Это от обморожения. Плохо видно. Армейский немецкий тюбик. И с немецкого кителя пуговица. Алюминиевая. А, еще вот переходник от немецкого карната М24. Колотухи. Треснутый такой. Похоже, что с взорвавшейся гранаты. А, еще вот такая часть купорки немецкого снаряда. Красочки. Вот. С кожей приклепанной. 1939 год. Красочки Фельдграу. Такая. Консерва тут. А, и от супинаторов немецких. Вот такие накладки попались. Не знаю, зачем их оторвали от супинаторов. И забросили. В блиндаже. Сами супинаторы металлические утащили. Не дам. Ну ладно, сейчас. Чайку попьем. И понеслась. Сейчас всем, кто занимается или решил заняться поиском. Луны Ландшафт рекомендует надежный и проверенный магазин у деда Мити. Огромный ассортимент товара, фирменная продукция, официальная гарантия, акции, конкурсы и система трейд-ин. Особные скидки для поисковых отрядов. Для зрителей же канала Луны Ландшафт есть возможность получить скидку или приятный бонус, просто назвав правокод Луны Ландшафт. Специальная ссылочка прямо под видео. А для тех, кто любит ходить за покупками пешком, есть отличный офлайн магазин в Подольске. Магазин у деда Мити. Луны Ландшафт рекомендует. Так, товарищ там пока лежит еще, но надо делать дело. Вот, у нас получается уже вот так вот разрыто. Сейчас водичку подоткачаю и начнем дальше раскапываться. Поглядим, чего тут и как. Вот, вот, вытащил еще одну конечную бутылку стандартную. И вот здесь еще одна бутылка какая-то торчит в углу. И здесь такая пробка нечестной от минералки. А, похоже, бутылка прям прикольная. Ладно, попозже вытащим. Так, вот, попалась еще пара бутылок из-под коньяка. И вот такая вот эта нечастая бутылка. Немецкая из-под минералки. Вот с такой винтовой пробкой. Здесь написано Виктория. И здесь тоже Оберланштейн. И еще две половинки от мыльницы. Желтая, целлюлодная. Я вообще ногами вытоптал. Вот. И зелененькая такая вот, пластиковая. Ладно, продолжим. Попался ремешочек с карабинчиком. Может быть, от портупей мышцы. От кобуры. Такой-то со стороны оборванной. И вот плетеная корзина под снарядом немецкой. Такая вот пломба. 1939 год. Орел военной приемки. Вафинампроизводитель. Так. Бутылка была прикольная квадратная. Ну, раздавила тут. Ну, что, было прикольно. Похоже, но подавила. А здесь, похоже, маргаринница лежит немецкая. Лежеровница. Не знаю, в каком состоянии. Но скольчик маленький уже лопатой сделал. Нечаянно. Глина такая очень плотная. Никто не ожидал. Ладно, сейчас поглядим. Так. С камерой случилась маленькая техническая неполадочка. В итоге, как я уже доставал журовницу. И потом снимал. В общем, не сохранилось ничего. Журовница, к сожалению, пострадавшая сильно. Довольно-таки она. Ох, погоревшая. Видимо, немчика ее волохол на печке. Вот так вот он ее. Ну, во-первых, ну да, да. То есть, вот так вот он, скорее всего, положил на печку в раскрытом виде. Вот. То ли маслица в ней разогревал, то ли еще чего. Вот эти вот пятна, видите, вот светлые такие. Это вот подгоревший букелит, к сожалению. Ну, вот если это половина, она еще более-менее целая, то крышки вообще, вот видите, просто растворился. Здесь совсем ушел вот в эту белизну букелит. Вот. И просто растворился. Просто растворился. Она была целая, но немец ее пережарил где-то на плите. И получилось, как видите, то, что получилось. К сожалению, не часто попадается, точнее, даже я бы сказал, редко в блиндажах попадается в маргаринец. Вот. Даже нам они попадались, как-то чаще, верховые. В блиндажах обычно осколки от них попадаются. А вот здесь попалась в сборе. Но немец ее пережарил, и она испортилась. Ну, вот такая вот штатная немецкая военная маргаринеца. Ну, показывай, что там у тебя. Бегите, бегите. Бальзамчик. Гурлышко здесь. Да. Ща-ка прям поддеть аккуратненько. Что-то у меня аккумулятор на камере садится не вовремя. Сейчас боюсь кино-то и закончится. Зарядить его не получится, видимо. Сейчас, конечно, попробуем. Система тут старинная. Старинная. Глина толстовата. Толстовата глина? Так-так-так-так. Раскапываемся тут. Камеру взял другую. Та села. Поэтому на экшен-камеру сменяю. Попал с гильза сигнального пистолета. Пуля стрелянная. Так, что тут еще было? А, пакет индивидуально-перевязочный. Целый, не вскрытый. С бинтом, булавками. Так положено. Судя по всему, немецкий. Хотя надписи не видно. Так, бутылка. Еще одна. О, боже, опять какое-то вино, домино. Так, товарищи, тут посмотрим. Что-то тоже, вон, бутылки с-под коньяка. Две штуки. Такая глиняная бутылка. От Можрилова Джина Штайн Хаггер. Такая вот бутылочка. А, и еще одна бутылка. Тоже какое-то вино. Вот, мелочевки особо никто не попадается пока. Ну, попадаются всякие консервы в количестве. Вот, кстати, еще одна пломба попалась. Ее, конечно, надо мыть. Теперь же это тюбас. Который мне так хорошо. Тюбик нашел? Да, тут еще, ну, армейский, по ходу, дело. А, ну, смотрю, вроде ничего еще. Я сейчас... Ой! На, кирай, они. Потом меньше мыть будет. С твоей стороны не получается тут тюбиков понакидали. Красный. Красный? Ага. Ну, красный это значит, это ноги мазать, чтобы не потели. Пус, швайс, за львы. Где у нас надпись? Обычно темнеет краска, это красная. А он еще в угле каком-то? Они темнеет, темнеет. Это не краска почему-то темнеет на таких тюбях. Короче, надпись была вот здесь. Ну, понятно. Но, в принципе, известно все это такое. То, что я ей сказал. Ясненько. Ну, слышно. Что-то какая-то мелочевка попалась. Ладно. Будем дальше тут раскапывать. Посмотрим, что попадется. Так, ну, что-то у нас... Крышка от котла. Крышка от котла. Давай, посмотрим, что-то. Подздавленная, но с надписями. Даже что-то... Что-то... Циферки или что, буковки. Ну, что-то нацарапано, да. Немецкая же была. Слушай, да, вроде. Ну, да. Да, немецкая. Заруменивая ручка. Такой хорошенький, только единственное. Чуть-чуть помятенький. Так, чутек. Помыть-то посмотреть, что вообще что-то. Ну, да. Да. Снимаю потихонечку полы. Приближаюсь к передней стене. Попалась баночка такая. Я взял по-другому чернильнице, но это мазь. Вот. Вот-вот-вот. Горлышко широкое. Пара тюбиков попалась. Вот это какой-то надо смотреть. Пока непонятно. Видимо, какой-то французиш. Борная мазь. Комары. Вот. Ключик от консервы. Так. Ну, и все, наверное, особо пока больше. Ничего. Что там нету еще второй крышки? Слушай, пока нету консервной банки. Ну, начнет. Почти в сафа. Ладенько. Посмотрим. Так. Я свою часть блиндажа докопал. Камраду тут еще предстоит поработать. Да. Я свою работу грязную закончил. Вот все. Попалась пара находок. Вот еще одна покупка под снарядов 75-миллиметровая. Надо помыть. Вроде красочка красивая. И такой вот пузыречек. Пузыречек стеклянный, медицинский, немецкий, с резиновой пробочкой. Сейчас пойду потихонечку уже намывать. Посмотрим результат. Я, кстати, получился просто раз белую такую нашу, а ты желтую. Кого? А, мы листы? Ну да. А нас это уже блиндажный. Гракота? Так. Ну, вот такой вот у нас получается итог. Был у нас какой-то блиндаж немецких алкашей. Вот столько бутылок с него накопали. Но это только целые. Вот. Было еще столько же битых. Не меньше. Может и больше. Так. Крышка от котелка. Написано, подписано, написано Патман. Какой-то Патман был 38-го года. Крышечка. Так. Что тут еще? А, и что из того, что не снимал? Вот тут у нас такая самодельная стиральная доска маленькая, деревянная. И вот парни тут все копали. Нарыли такой вот кол заземления штатный вермахта. Неплохой по сохрану 40-го года. Он прям даже с полевкой. Бабах. Кол заземления. Тут еще я не выделил. Противотанковую мину. 42-го года образца. Вот такая вот эмка немецкая. Так. Ладненько. В общем, сейчас мы все уже собираемся обратно. Поедем. Всем до новых встреч. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пишите в заявленные комменты. Вот. Я старался, копался. Ну вот. Вот что нашли. В принципе, есть находки. Как видите, немало. В основном, конечно, стеклянные. Вот баночку еще. Нашел такую вот. Не помню, покажал, нет? Медицин какая-то, видимо. Думал, чернилица, но похоже медицина. Вот. Так что все. Всем пока. До новых встреч. Это был лунный ландшафт. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...